Отечественный автопром, как и экономика в целом, переживает не самые лучшие времена, что связано по большей части со множественными ограничениями в отношении России. Татарстан покинул партнера США, Ford Motor Company. Персонал завода более 1 тысячи человек был отправлен в простой. Это, безусловно, сильный удар по партнерам, который отразился на татарстанских активах. Однако, где убывает, там и пребывает. На Восточном экономическом форуме гендиректора группы Solers Николай Соболев заявил, что холдинг выводит на рынок собственный бренд. В Елабуге будут выпускать новые модели легких коммерческих автомобилей под маркой Solers. Рассматривается выпуск двух модификаций. Автомобили бескапотной и полукапотной компоновки полной массы от 2,5 до 4,5 тонны. Общий объем инвестиций в проект с учетом инвестиций Solers Алабуга и инвестиций компании поставщиков составит более 5,5 миллиардов рублей. На минувшей неделе с руководством автомобильной компании Solers встретился ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. Обсуждался вопрос эффективного сотрудничества в научной и образовательной сферах. Планируется выпускать легкие грузовики аналогичного класса под собственным брендом уже на собственных компонентах, то есть с высокой долей локализации. Анонсировано то, что уже пилотные проекты были реализованы, какие-то прототипы уже появились. И у нас выпуск планируется уже в этом году, уже 41-го квартала. КАМАЗ – визитная карточка Татарстана, а значит удержать его лидерство на рынке грузовиков просто необходимо. Публично акционерное общество КАМАЗ за январь-ноябрь 2022 года произвело 40 943 автомобиля, что на 8,5% меньше 2021 года. Самый большой спад производства пришелся на июнь-июль, однако уже в августе автогигант произвел на 88,4% грузовиков больше, чем в августе 2021 года. Несмотря на падение продаж, КАМАЗ все же сохраняет лидерство на рынке грузовиков с большим отрывом от конкурентов. Он остается самой популярной маркой грузовиков в России, объем парка которого составляет 701 420 автомобилей. Второе место занимает ГАЗ, а третье – МАЗ. КАМАЗ так же, как и весь автопром, вообще вся экономика, санкции безусловно почувствовал, они по нему ударили, и это негативно сказалось на производство КАМАЗа, негативно, но не критично. Производство в 2022 году сократилось на 8,5% относительно 2021 года. Но здесь гораздо более серьезная опасность, неприятность, заключается в том, что объемы продаж упали сильнее. Относительно 2021 года, в 2022 году объемы продаж упали на 15%. А что это говорит? Это говорит в том, что часть произведенной продукции, она остается на складах, она не реализуется. Событием на рынке автопрома Татарстана стало анонсирование запуска производства электромобильных «Атом», в которые инвестировал гендиректор КАМАЗа Сергей Кагогин. Прототипы «Атомы» должны появиться в первом квартале 2023 года. Серийное производство намечено на последний квартал 2024 года. К 2030 году компания рассчитывает выйти на объем 472 тысячи автомобилей, две трети из которых будут идти на экспорт. Надежды есть? Я думаю, что утонуть окончательно не дадут нашему автопрому. Все-таки это одна из стратегических ключевых отраслей и для Татарстана, и для России в целом. Поэтому, безусловно, наше правительство, в частности, будет также предлагать усилия и финансирование, и использование партнеров, и путей, и рынков сбыта тоже. Отметим, что в 2022 году в Татарстан везли 2055 поддержанных иномарок, что в 15 раз больше показателя с 2021 года. Такой рост в таможне связывают с подорожанием машин в России на фоне введения антироссийских санкций. Утилизационный сбор завоз поддержанных автомобилей вырос в полтора раза. Карина Саяхова, Универньюс.